Акцент на экологичность, особое внимание на 18-й Пекинской международной автомобильной выставке уделено электромобилям. Свои модели в этом сегменте постарались представить как известные бренды, так и молодые. Познакомиться с новинками и изучить тенденции в мире зелёного автопрома отправились и мои коллеги. После четырёхлетнего бирилева Пекинская международная автомобильная выставка вновь открыла свои двери. Главная тема в этот раз – новая эра, новый автомобиль. То есть в центре внимания машины на альтернативном топливе. Всего здесь представлено 278 электрокаров. Среди них и те, что пользуются популярностью в России и странах Центральной Азии. В этот раз мы презентуем пять своих продуктов. Первый – это L6, новинка, представленная буквально на прошлой неделе. В основном она подходит для молодых семей и стоит около 40 тысяч долларов. Другой экспонат – Мега, наш флагманский электрокар, только что сошедший с конвейера. Также мы привезли модели L7, L8 и L9, которые полностью модернизированы для повышения безопасности и комфорта. Отмечу, что за последние два года мы расширили свой ценовой диапазон, сделав наши авто более доступными. Наш «Танк-700» ориентирован на глобальный рынок. Его система питания является передовой. В России продажи только стартовали. Поскольку погодные условия там довольно суровые, нам приходится отдельно проводить антикоррозийную обработку шасси и некоторых деталей. Кроме того, в России используют навигационную систему «ГЛОНАСС», поэтому мы внедрили кое-какие обновления для соответствия ее нормативным требованиям. Перспективы рынка и доля нашего внедорожника относительно неплохи. Думаю, будь то «Танк-300», «400», «500», «Новый-700» или даже «800», мы будем выпускать эксклюзивные версии своих машин специально для российского рынка. Также они будут рассматриваться и для рынка Австралии. Свои экологичные новинки на пекинском автоцалоне представили практически все известные китайские производители. «Ли Ауто», «Сяоми», «Диккер», «Айкар» и другие. Особенно живой интерес трендовые депутанты вызывают у иностранных гостей. Самые популярные «Черри», «Джили», «Хавейл» и «Чанган». Четыре самые. Они входят в топ-5 брендов, которые продаются в России. «Лисянка» имеет хороший пенциал, «Диккер» имеет хороший пенциал. А там зависит. У вас все машины красивые, все машины технологичные. Единственное, нужно, чтобы прошло время, чтобы понимать, как они будут ремонтироваться в случае поломок. Мы сами преимущественно продаем «Зикры». То есть нам кажется, что это самая популярная модель. Нас устраивает этот бренд с точки зрения представленности на российском рынке, потому что это суббренд «Джили». Во-вторых, это быстрая очень скорость выпуска прототипов. В-третьих, хорошая научная база, свой корпоративный университет. Нас это вот включает. Но также, в частности, для российских потребителей, важно, чтобы оставался выбор или план «Б», чем именно накормить своего железного коня в зависимости от ситуации. В стране с огромными расстояниями и перепадами температур на этапе расширения инфраструктуры для электромобилей ситуации могут быть разными. «Плесян» — это такой автомобиль, который как бы и электроавтомобиль, и в то же время вы можете заправить его бензином и ехать на электрической тяге. Поэтому это экологически чистый и интересный автомобиль. В принципе, в рынке электромобилей больше, наверное, популярность представляет гибридные автомобили. Не классическая электричка, а именно гибридные. То есть пробеги для крупных городов электричка очень востребованный товар, потому что пробеги составляют от 100 до 150 километров. И этого достаточно для тех объемов батарей, которые представлены на российском рынке. А для загородных поездок, либо для длительных поездок, конечно, гибриды подходят получше, у людей возникает больше спокойствия. Китайский автопром переходит на электричество все стремительнее. Также быстро покалять зарубежные рынки ему позволяет сочетание цены, качества и внедренных современных технологий. За последние четыре года автомобили на новых источниках энергии в Китае стремительно развивались. В 2023 году Китай экспортировал более 1,2 млн. электромобилей. Это примерно на 77% больше, чем в 2022 году. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году экспорт китайских автомобилей достигнет 5,5 млн. Среди них 35% составят именно электромобиль. Китайские транспортные средства на новых источниках энергии – будущее многообещающее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...